привет друзья с вами так мир сразу хочу попросить такое большое прощение за то что очень долго обещал сделать обзор вот эту модельку помните когда мы смотрели с вами синий гранд туринг спорт то мы собирали с вами лайки по поводу того интересно вам увидеть обзор этих часов или нет вы нас собирали достаточное количество даже по-моему два раза больше и я вам просто реально задолжал вот эту модель и чтобы как-то загладить свою вину и извиниться сегодня у нас будет обзор сразу двух гранд турингов это не спортивная это обычная модель citizen signature гранд туринг на ремне и на браслете я думаю будет прикольно посмотрим на внешний вид они в целом час одинаковые только разница в ремне и браслете ну что давайте начинать поехали и вначале предлагаю снять с вами вот эту вот пленку которая нам мешает лицезреть красоту часов потом я аккуратно вернем и сейчас давайте посмотрим на эти интересные часы с выпуклым стеклом водозащиты 200 метров отличная такая механическая модель на топовом хорошем калибре 9012 механика очень хорошие характеристики параметры и это одни из самых наверное интересных дайверов на рынке от citizen сегодня а если брать механические то чуть ли не единственный еще разве что синий гранд туринг спорт добавляет хоть какой-то конкуренции также давайте снимем пленочку с модельки на браслете и посмотрим на них поближе в сравнении с младшим братом почему младшим потому что браслетные весит практически в два раза больше и соответственно я считаю не являются все-таки старшенькими поскольку весит побольше и так друзья вот они красавцы что думаете об этом пишите в своих комментариях как вам вообще часы нравится или нет ремни браслеты кому что мне кажется эта модель очень хорошо сидит на браслетах собственно какие знаменитые по мы скорее всего дизайнеры citizen черпали свое вдохновение именно спамов поэтому этим часам идут ремни очень даже хорошо кстати застежка совсем не дайверская о чем я говорил уже на обзоре синий гранд туринг спорт модели как называются модель на браслете имеет референс nb 2070 57 я на ремне все то же самое только в конце 0 6 и и по размерам конечно же эти модельки абсолютно одинаковые диаметр стекла большой кстати 35 с половиной миллиметров диаметр по безелю составляет 42,4 миллиметра со всеми выступами полностью со скобой от края до края 49 3 десятых миллиметра высота часов 48 с половиной миллиметров толщина 14,3 миллиметра до толщина не маленькая и обусловлена в первую очередь выпуклым сафировым стеклом выпуклость такая приличная и добавляет часам очень хорошо в цене и вообще восприятие по поводу веса 200 грамм сталь и 120 грамм имеют хорошая в общем-то ощутимая разница если любите увесистые часы берите на стальном браслете не пожалеете если любите поменьше веса на руке ощущать то можно брать полностью на ремне ремень вполне себе неплохой конечно это не somos от orient star точнее от компании somos в сотрудничестве с orient star но очень даже неплохой хороший такой ремешок бакля тоже неплохая могли быть и citizen написать но ничего страшного задняя крышка она прозрачная можно наблюдать за работой механизма механизм 9012 хороший механизм декорированный полностью логотип citizen signature сделано все это практически в японии механизм конечно же японский но сами часы обратите внимание собраны не в японии так бывает в общем-то особенность коллекции signature я не помню чтобы они делались в японии разная информация часах сапфировое стекло сталь citizen watch vr 200 метров механизм хороший точность хода отличная и в реале они у вас могут ходить в общем как хронометры плюс 4 плюс 5 секунд я думаю день точно будут по крайней мере по отзыву моих клиентов действительно такая точность есть по поводу стальной версии чем она мне знаете не то чтобы не нравится что меня мне смущает смущает как я уже обморился это застежка застежка простая нажимаете все часы открывается сейчас они не откроются потому что пленочка полностью наклеена но застежка здесь совсем не дайверской и часы потерять к сожалению действительно можно многие меня спрашивают как вот эта заводная головка вообще откручивается как это все работает как скоба открывается знаете друзья на самом деле ничего вообще сложного здесь нет резьбы да просто-напросто пальцем подеваем и стандартно вытаскиваем заводную головку резьбы здесь нет это отчетливо хорошо видно мы с вами вытащили на два щелчка переводим время дату все очень просто стандартно то есть никаких премудрости стоп секунды вы видите есть если на один щелчок мы с вами выдвинем то можно перевести соответственно дату по часовой стрелке давайте поставим 26 сегодня кстати июнь месяц не знаю когда обзор выйдет надеюсь очень скоро опять же у нас работает команда тик-так мир сотрудничестве с видеомонтажером александром мы быстренько делаем видео и наш уважаемый михаил переводчик наше видео переводит на английский язык так что теперь наши англоязычные зрители я надеюсь довольны кстати что вы об этом думаете англоязычные зрители ставьте свои пальцы вверх если он действительно нравится наши новые ролики на английском языке давайте посмотрим немного на циферблат он черный на обоих моделях одинаковый имеются накладные метки накладной логотип citizen надпись automatic и vr-200 это краска также люминофор здесь очень такой ничего приличный и вот эти меточки они как бы зубчиками что ли то есть посмотрите очень хорошо видно такие зубцы в которых находится люм посерединке стальные хорошие метки мне нравится вообще выглядят часы очень очень неплохо на руке на небольшой такой как моя как-то вот так сидят в принципе знаете допустимо на самом деле а на браслете еще лучше рука у меня небольшая и я считаю сидят очень даже хорошо модельки citizen сигнатор считаются такими знаете топовыми продаются на рынках америки и европы в самой японии они вообще не продаются и к сожалению скоро они закончатся и на всех остальных рынках на которых продавались поскольку снимаются с производства что новое будет пока неизвестно никаких планов сети за не рассказывает но будем ждать и надеяться что хуже по крайней мере не сделают вот так вот вы можете видеть выпуклость сапфирова стекла друзья на этом будем заканчивать надеюсь что небольшой обзор который вы так долго ждали вам понравился если вкратце то часы хорошие отличные дайверы единственный минус наверное это дайверы все-таки офисные значит чем можно объяснить то что заводная головка не закручивается и застежка на браслетной версии ну совсем уж какая-то классическая на классических часах такие застежки делают поэтому вот это минусы других минусов я не вижу отличные модели хорошие механизмы шикарное качество все в общем-то четко безель такой прикольный матово полированный хорошие часы однозначно советую покупать тем более пока они еще есть если нравится нужно однозначно брать друзья на этом все всем спасибо за внимание заглядывайте к нам в соцсети отличного настроения носить хорошие часы всем пока а а Субтитры сделал DimaTorzok